МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА В Асфятой службы информации Толярадо компании Гомелюстуды и працуем Маргарита Котова. Глядите в этом выпуске. Эпидситуация в регионе. Новые подробностей от областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья. Фонд допомоги профсоюзов повеличенный. Зараз он будет складать не меж за 50% профсоюзного бюджета. Праца в новых умовах, которые решение приходится примать владельникам ресторанов и керавникам кинотеатров, доведалась Марина Джалая. А зараз об этом и иншим больше подробно. Головная эффективность вытворчасти, кольки отрималась заработать у казну, а не колькосные показчики. Про это заявил сегодня президент, говорящий про крытерии оценки працы керавников районов подчас рабочей поездки в Смолевицкий район. Там Александр Лукашенко наведал организацию группы компании «Серва-Люкс» – предприемство по выпуску пауфабрикатов, мясо-птушки и молочно-товарную ферму. Предприемальников президент нацеливая на клопот про людей и допомогу развитию сельских населенных пунктов, по божьему, с которыми находится их вытворчасть. А не просто на выкористание активов и отримание выгоды. Так само оберковали и весновые полевые работы. Министр сельской господарки рассказал, что зараз усе в области пошли сяубу ранних яровых сбожжевых культур. Темпы работ добрые. Президент означал, что у тебя в первых умовах на двор, якали хлеба сухая, треба сеять больше активно. Что тыжится сельгазкультур, треба повеличить площадь под грешку, как нарастить ей вытворчасть и не залежить от поставок с России. Мы возделывали грешку под свою потребность. На сколько процентов? 50% у 12 тысяч человек. Поэтому выполняю вашу площадку. Что 50%? Обеспечивали себя на 50%. 50% мы до свидания говорили с Россией брать. Она была дешевая. Ну понятно, у них условия уже договорились, но вы видите, что в этой ситуации надо забыли про договоренности десятилетиями. Это обмен был еще в советских временах. Все кинули нас и мы могли остаться ни с чем. Поэтому надо возделывать грешку. Но весь объем потратил. Какая бы ни была у нас тут урожайность, почвы хватает. Надо подобрать почвы соответствующие, где можно возделывать грешку. Надо изучить хорошо эту культуру, чтобы не пальцем в небо тыкать и возделывать, высевать его на почвах, которые непригодны. Технологическим все особо плюс 7 мы получим те же объемы. Выездные мероприемства в конце ты дня стали уже традиционными в президентском графике. И он застается неизменным, не глядяши на непростую эпидемиологичную ситуацию. Користающийся выпадком, журналисты задали керавнику державы и некольки пытаний на актуальные темы. Все больше экспертов, глядясь на коронавирус, про спризму экономики. Позиция Александра Лукашенко – ранейшая. Вытворча сей экономика повинны працевать без перепынку. В иншем выпадку люди застанутся без заробков, а после нагнать объемы и прибыток будет складано. Але разумеется, что на фоне пандемии бизнесу сегодня проходится не солодко, держава готова подставить пляшо. Але только тем, кто и сам готовы выкластися на все сто. Какими могут быть возможные меры поддержки отраслей, предприятий, бизнеса? Мы никого, никакой бизнес не закрывали. Никакой. Вот я приехал на это предприятие, руководитель, председатель совета директоров, товарищ Баскин, он меня же не попросил никакой поддержки. Ничего не попросил, ни денег. Почему? Потому что он работает. И на его хорошую продукцию есть спрос. Пожалуйста, работайте и зарабатывайте. Я не хочу сказать, что спасение утопающих – дело рук самих утопающих. Я это не хочу сказать. Но настало время кубышечку развязать, вложить в бизнес те запасы, которые у тебя есть. Потому что ты только что с ГОА приехал, деньги ты нашел. И сейчас очухался, дайте у государства, пришел просить деньги с бюджета для поддержки бизнеса. Поддержим. Поддержим тех, кто хочет, чтобы его поддержали. И второе – тот, кто вложится сам. А если он сложил руки и где-то в офшорах у него там деньги какие-то, и думает, что ему мы обеспечим его светлое будущее, пусть даже не рассчитываем. То есть надо шевелиться всем. Но это твой бизнес, ты его спасай. А мы подставим плечо, если у нас будет такая возможность. Я поручил правительству, комитету госконтроля, администрации президента подготовить предложение по поддержке разных секторов бизнеса на случай, если нужна будет такая поддержка. Сярутынших заяв президента, школьные каникулы, хучай за все протягнуть на тыдень, после выучения потенциальной наполняльности классов. Массовые мероприемства у Беларуси не забороняют, а летуды никого и не загоняют. Усе необходимые меры по нераспосудживанию вирусной инфекции и оказании необходимой допомоги принимаются медиками в полном объеме. Подаденных на третье красавика, огученных подчас брифингу Министерства оховы здоровья, в Гомельской области зарегистровано 13 выпадков COVID-19. Организованы лабораторные обследования и шпитализация у стационары контактных особ первого взрослого. А малюси знаходятся в задовольняющем стане, медики проводят постоянный догляд и контроль. Разом с тем, в регионе протягиваются захворвания, на сезонные в острые респираторные инфекции у тем лику грипп. Что тычется их на этом тыдне, у поравнаний с минулым, колькость выпадка у на Гомельшине снизилась большим на 13%. В областном центре – на 28%. Конечно же, пик заболеваемости, который ожидался в январе-феврале, он сместился и он наблюдается сейчас. Но мы надеемся, что снижение будет продолжаться и уже на 15-й неделе, а не только на 14-й. Поэтому ожидаем, что все-таки снижение, оно уже будет уверенным и ситуация по острым респираторным инфекциям уже будет стойко снижаться. То, что касается коронавирусной инфекции, профилактические мероприятия в области проводятся. Если граждане уже видели, на многих объектах у нас уже кассиры работают в масках и в перчатках, в первую очередь, чтобы исключить заболеваемость персонала. Поляпшению эпидемиологичной ситуации повинна поспроять и теплое надворье, яйоко очагается на наступном тыдне. Учера в Минску прошла другая сессия Совета Республики Национального Сходу Республики Беларусь. Об задачах, которые подчас посажения были поставлены перед сенаторами, нашей телерадиокомпании рассказал член Совета Республики Алексей Неверау. Вызнашить одну уголовную задачу, которая поставлена перед сенаторами Нельга. Перед за все это оказание людям практичной допомоги в выражении их проблем. По этой причине сенаторы плануют проводить постоянные встречи с людьми в том лику про особистые приемы и промы и телефонные линии. Второй момент, на который можно было акцентировать внимание, это работа по подготовке к, я думаю, важному, самому важному политическому событию в нашей стране, это выборы президента, главы нашего государства. Здесь, конечно, хотелось бы, чтобы мы предложили усилия свои в большей степени к разъяснению в коллективах, насколько это важные события для нашей страны, для активного участия в этой кампании. Третье направление, которое можно было определить, это международная деятельность, которая касается непосредственно в регионах. Она направлена, в первую очередь, на налаживание дружеских связей с государствами, но и также способствовала каким-то экономическим связям, которые продвигали бы регион в дальнейшем его развитии. У Волгу ли сенаторы не будут заставаться у Баку ни по одним пытаниям, який хвалюсь насильництва. И пить ситуации, это тышится так само. Людям необходимо расслумашивать не только какие меры безопасности, необходимо заховывать, а и дотримливать информацию об реальном стане справа. Все возможное делается и необходимое специальными службами здравоохранения, в первую очередь, поддерживается исполнительной властью для этого. Вся работа проводится системно, все вопросы находятся на контроле, но в то же время хотелось бы, чтобы граждане наши соблюдали спокойствие, никакой паники. Все действительно действуется так, как должно происходить на самом деле. И поменьше обращать внимание на те фейковые заявления в средства массовой информации, в первую очередь, в социальных сетях, лентной новости, в интернете. Здесь надо доверять тем средствам массовой информации, которые несут действительно достоверную информацию, официальную информацию. Федерация профсоюзов Беларуси вырешила повелишить фонд допомоги, який теперь будет складать не меньше за 50% профсоюзного бюджета. Это позволит поднимать членов профсоюза в связи с тяжким материальным становящим, допомогшие им оплатить медицинские послуги, а так само набывать дезинфицирующие сродки. Подобязанности в материале наших корреспондентов. В Гомельском областном объединении профсоюза укажут, что звернуться за допомогой может каждый, кто имеет этим реальную потребу, причем размова идти как о працующих, так и о пенсионерах. Махчимостями так званые кассы взаимодопомоги в регионе уже скоростались больше 400 былых работников. У фонда саправды великие махчимостей. Теперь у Ягона керовывается не меньше 50% профсоюзного бюджета. То есть 50% от всех средств профсоюзного бюджета сегодня находятся в распоряжении первичной профсоюзной организации. И при необходимости члены профсоюза могут обратиться в свою первичную организацию поддержать с тяжелым материальным положением. Кто-то затратил денежные средства на дорогостоящие лечения, на приобретение медицинских препаратов. Сегодня первичная профсоюзная организация, ну конечно, в зависимости от их профбюджета, готова либо полностью, либо частично компенсировать эти расходы. Сегодня профсоюзные организации совместно с нанимателями, с руководителем предприятий, учреждений и организаций приобрели дезинфицирующие, обеззараживающие средства для своих трудовых коллективов. В акционерном товаристве «Коминтерн» за материальной допомогой звернулися каля 20 человек. А про таго для усих подразделений у предприемства набыли дезинфицирующие сродки, а так само некальки бесконтактных термометров. С их допомогой, что день работниками медицинского пункта и аховы працы проводится вымирание температуры тела кожного работника непосредственно на працовном месте. У вынику, каля она не будет поведать норме, таки работник будет накированный для дальнейшего обследования. Дарыч и зараз на «Коминтерне» выконывается заказ по пошиве марлевых повязок с материалу белорусских предприемствов. У основе – продукция барановицкого вытворчого баваунянного объединения. Что день заказчикам отгружают амаль 20 тысяч таких масок. Еще одно предприемство – Светлогорское химволокно, поставляя спанбонд для вытворчасти бактериологичных костюмов. Их першая партия выраблена сенне. Гэта так само уклад членов профсоюза у поляпшенне эпидемиологичной ситуации. Зная острую необходимость в изготовлении средств защиты и для более оперативного выполнения заказов, наши работники привлекаются к работе в выходной день. Это важно, это правильно. Олег Сенцюров, Сергей Нигаревич, Валерий Гопанько, Телерадио, компания «Гомель». В Беларуси узмацнили дезинфекцию громадских мест и транспорта специальным раствором, что день по некольки разов опрацовывают автобусы и троллейбусы. На каждом концовом припынку – проветривание. Обтым, як автобусный парк номер два клопотится об своих пассажирах, сюжет наших мазырских коллег. Человек в охонном костюме, респираторе и специальных окулярах. На промостовой площади – это уже разыклая картина. Супрацовник автобусного парка дезинфицирует салон после ранешнего година и пик. Громадский транспорт опрацовывается некольки разов в день. Генеральное мытье после завершения працы уже в гараже. Это и рекомендации санэпидстанции и особливое распоражение директора предприемства. А в целом – клопот об пассажирах. В метах профилактики распаутюживания коронавируса кондукторы працуют в сродках индивидуальной обороны на твары маски, на руках одноразовые пальчатки. Кажут, народ реагуя спокойно. Такие меры застероги только потребляем. Пассажиры довольно позитивно реагируют на то, что мы сейчас одели маски, перчатки. Все заботятся о своем здоровье. Все хотят, чтобы дети были здоровы, родители, потому что говорят, что родители более подвержены. У диспетчерской дозаторы за антисептитичным сродкам и памятки, як зберахчисья биодвируса, який за пару месяцев узмянил свет до непознавальности. Головная теперь не дать инфекции распаусюдживаться. До этого потребная профилактика. По словам пассажиров, новый выгляд кондукторов – их неполохая. Это абсолютно оправданная мера. Молодцы. Что еще сказать? Положительно так и надо, чтобы и народ в большинстве принимал противовирусный препарат. Мыл руки, улыбался почаще. Я отношусь положительно. Почему? Потому что прежде всего он самим соблюдать эту гиену. Вот видите, я сижу даже в таких перчатках. Не трогать лицо руками. Что кондуктор работает, так это очень даже хорошо. У меня простый час, головная самооборона. Кожен сдольный и повинен стать на борьбу с распаусюживанием вируса, избегать лишних контактов и выполнять правила особистой гиены. Виктория Синицкая, Светлана Грудьковича, Слав Прописнов. Телеканал «Мазыр» специально для телерадио-компании «Гомель». Хлеба и ведовище. Так оцениваю пожадания рымлян поэц Атырк Ювенал. Цитата, якая стала применяться повсюдно актуальна и до нашего часу. Человеку треба быть сытым, иметь махчимость культурно отпочить. Зараз за несприяльной эпидемиологичной обстановки у людей закликают отзвычного баулення вольного часу отмовиться. Берегчи свое здоровье, это у тем лику не наведывать людные месцы, например, кинотеатры. Хотя фильмы и тут протягивают демонстровать, але принимают необходные меры для дистанцирования глядача. Кинотеатры у нас не закрываются, кинотеатры они у нас работают. Но, в общем-то, как и наши коллеги в других областях, мы были вынуждены переформатировать немножко нашу работу для того, чтобы минимизировать возможные экономические потери от сложившейся ситуации. Поэтому, возможно, от каких-то сеансов нам приходится отказаться в какие-то периоды времени. Возможно, конечно, какие-то иные вещи нам приходится делать, которые не видны нашему зрителю. В Гомельске рестораны и кафе так само открытое можно выбирать любой день и столик. Коли такое было? А зараз это наша реальность. Люди не только застерегаются наведывать людное место, лей просто экономить. И хотя многие объекты громадского охаршевания кошта на свои стравы покинули на ранейшем узровне, широк товара в крамах за рост курсу доллара подорожал. Темчаса молодальники бизнеса выносят свои пропоновы по оптимизации працы в сегодняшних умовах. Надо рассматривать вопрос со стоимостью арендных платежей, потому что применяются коэффициенты. И вот сейчас вот ведем переговоры, чтобы эти коэффициенты как-то снижать. С оплатами коммунальных услуг за электроэнергию присутствует такое понятие, как валютная составляющая. Тоже надо рассматривать этот вопрос, чтобы как-то снижать. Потому что реально сейчас всем тяжело. Я понимаю, что сфера услуги, в частности, общественное питание, оно оказалось на острие вот этого копья, которое сейчас вклинивается в наше общество. И, наверное, мы первыми ощутили трудность. Я так думаю, что мы первые, но мы не последние. Поэтому надо, чтобы и правительство поддерживало. Ваши коллеги, ну, такое же примерно мысль? Да, в пятницу проводилось совещание в областполкоме. Присутствовали представители большинства предприятий общественного питания. В общем-то, было проработано письмо, сейчас мы его, наверное, будем отправлять в официальные органы, о том, какие трудности испытывает малый и средний бизнес, в частности, еще раз повторяю, сфера общественного питания. Ну, а уже какие будут приняты к этому меру, не знаю, посмотрим. Поколь кировники выращают масштабные задачи, каждому из нас треба клопотиться об уластном здоровье и без специи своих близких. Памяты эти про антисептики, мыть рук, выкористание масок и необходимость больше времени проводить дома. Марина Джала, Игорь Маришенко, телерадио компания «Гомель». Погуторить по телефону с представниками мясовой улады жихари нашего региона смогут завтра. У Гомельске мабл-выконками на питание громадян откажет кировник справа Олена Клешковская. Телефон для связи 33-12-37. У ГТСЧА спроймать звонки будет кировник справ Гомельска гарвыконками Алексея Васюченко. Номер телефона 33-07-62. Про мои линии, как извышенно, працуют с 9 до 12 годин. Гомельская областная организация республиканского объединения «Освод» рыхтуется до нового купального сезона. Причем размовы идут не только об добропорядковании территорий, но и створение умов для культурного отпочинка. Наши корреспонденты наведали кармянскую выротовальную станцию. Размещанная на ускрайку кормы в озеро Гомельская областная организация республиканского объединения «Освод» отрымала у аренду в 1999 годе. Отповедное рашенье тогда приняли депутаты районного совета. В развод сюда привезли первую парту ручной рыбы «Карп», «Таустолобик», «Белый Амур». А по спеховости такой деятельности можно мерковать по таких фактах. Летость у озера выловили «Таустолобика» вагой 24 килограмма и 16 килограммового карпа. На этом тыдне сюда привезли еще 100 килограммов рыбы. С уликом того, что это озеро находится у аренде «Освода», ловля тут не обмяжовывается николе. За выключением одного. На один талон, який для жахаро-кармы и членов организации «Каштуют» 4 рубли, для всех остальных 8. Можно зловить не больше как 5 килограммов рыбы. Постоянно проходит зарыбление данного водоема различными видами рыбы. Белый Амур, карп, толстолобик. Рыба в этом водоеме водится практически та, что представлено во всех реках и озерах Республики Беларусь. Зарыбление проводится за счет средств «Освода». Покупается корм. Створение умов для культурных отпочинку – одна из главных задач областного «Освода». С этой нагоды на березе озера створили детячих городок. С уликом того, что побач постоянно находятся воротовальники и меды, это махчима самое беспечное в корме место. Еще одна локация – так званая «зеленая зона», которая призначена для отпочинку дорослых. Послуга корыстается великой популярностью. Сами воротовальники называют еще не кольки плюсов. По-перше, при необходности махчимость оказания допомоги воротовальниками. По-другому, при таким отпочинку природе не наносится никакой шкоды. В «зеленой зоне» можно переночевать, поставить палаточки. Тоже круглосуточное дежурство организовано здесь на спасательной станции. Люди под присмотром, есть освещение. Можно приготовить спойманные рыбки и ушицу. Если у кого-то есть возможность взять с собой мясо, замариновать, можно приготовить шашлыка в безопасных условиях, не нарушая противопожарную безопасность. То есть все для людей, все для отдыха. Эфир телеканала «Беларусь-4» продолжает де-факто. В студии Николай Скинтиян. Здравствуйте. 500 литров спиртосодержащей продукции изъяли сотрудники Добрушского РУВД. Ночью 1 апреля на одной из улиц города они задержали автомобиль с регистрационными знаками Российской Федерации. Двое граждан страны-соседки перевозили жидкость в 100 пластиковых емкостях по 5 литров каждая. Сопроводительные документы и акцизные марки отсутствовали. Находка отправлена на экспертизу, проводится проверка. Оригинальный способ напомнить о важности соблюдения правил безопасности применил в работе Светлогорский отдел по чрезвычайным ситуациям. Теперь на изделиях местного хлебозавода покупатели могут увидеть яркие тематические наклейки «Помощь рядом». Небольшие стикеры на товарах содержат телефон службы спасения. МЧС призывает граждан не терять бдительность, дабы сократить любой риск попадания в экстренную ситуацию. Заботятся о жителях региона и сотрудники ГАИ. Когда у водителей возникают технические трудности во время езды, работники госавтоинспекции никогда не остаются в стороне. 27 марта в Мозере автомобиль «Ауди 100» уступил дорогу пешеходу. Однако из-за проблем со сцеплением ему не удалось продолжить движение. Инспекторы, осуществлявшие надзор на данном участке, помогли водителю переместить автомобиль на стоянку. Аналогичная ситуация произошла спустя два дня в Речице. На пешеходном переходе сломался автомобиль. Работники ГАИ откатили его с проезжей части. Женщина, управлявшая транспортным средством, поблагодарила инспекторов. Днем, 31 марта, неизвестный мужчина похитил детский велосипед, но не учел, что место кражи находилось под видеонаблюдением. Преступление произошло в Новобелецком районе Гомеля, на территории детского сада номер 62. Если вы узнали этого человека или владеете какой-либо информацией по данному происшествию, то правоохранители просят сообщить об этом по номеру 102 или по другим номерам телефона, которое сейчас на экране. Это все новости на сегодня. С вами был Николай Скинтиян. Оставайтесь с нами и берегите себя. До свидания. На телеканале Беларусь 4 Гомель новости спорта в студии Максим Савин. Здравствуйте. Работа в новых условиях. Спортучреждения Гомельской области продолжают функционировать в штатном режиме. В связи с пандемией коронавируса число посещающих тренировки в детско-юношеских спортивных школах сократилось. Однако занятия проходят по плану. Что касается санитарно-эпидемических мероприятий, то все учреждения строго выполняют требования Минздрава. В школах, согласно нормативным документам Минздрава, усилен эпидемиционный контроль, усилен пропускной режим, усилены меры профилактики, ну и, конечно, разъяснения, прежде всего, с тренерским, со штабом, с техническим персоналом. Но вместе с тем у нас наши школы сейчас не закрыты, учебный процесс продолжается. Объявление карантина и закрытие границ по всему миру застало многих гомельских атлетов на международных сборах. Боксеры те и вовсе принимали участие в лицензионном турнире в Лондоне. На данный момент все атлеты вернулись в Беларусь по приезду на обязательный двухнедельный карантин. В конце марта было принято решение о переносе летних Олимпийских игр в Токио на 2021 год. Главные старты четырехлетия стартуют 23 июля. У гомельских атлетов на предстоящие игры серьезные медальные планы. Перенос, естественно, внес коррективы в подготовительный процесс. В спорте это циклы. И все тренеры, выдающиеся тренеры, выводили спортсменов именно на 20-20. Вывести спортсмена на 20-21 будет сложнее, но все находятся в равных условиях, поэтому будем сражаться. Правильно строить подготовку мешает и неопределенность. Международные турниры, в том числе и лицензионные, перенесены. И точные даты проведения зачастую неизвестны. Тем не менее, все уверенно смотрят в будущее. Не от медальных планов на предстоящую Олимпиаду никто не отказывается. Регулярный этап чемпионата Беларуси по мини-футболу подходит к концу. Завтра состоится 22-й заключительный тур. Главная интрига, кто займет первое место. Претендента три. Гомельская БЧ, столица и Оршанский Витен. Причем меньчане и оршанцы играют между собой. Железнодорожники отправятся в гости к Борисову-900. Гомельский ВРЗ, обеспечивший себе четвертое место по итогам регулярки, завтра дома играет со Щучином. Светлогорский ЦКК, располагающийся на девятом месте, на родном паркете встретится с Дорожником. Все поединки, напомню, пройдут без зрителей. Представители первой лиги футбольного чемпионата Беларуси из нашего региона завтра сыграют очередные товарищеские матчи. В 11.30 на поле стадиона с Дюшор номер 8 в Гомеле начнется поединок между Речицким спутником и Светлогорским химиком. В Минске футбольный клуб Гомель встретится с Динамо Брест 1960 из Малориты, представляющим вторую лигу. На этом пока все. С новостями спорта вознакомил Максим Савин. Оставайтесь на Беларусь 4.